Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Я Ачала. Молекулярный биолог и его напарница по лаборатории делают потрясающие открытия, способные коренным образом изменить современное общество. Книга жизни. В мультфильме описывается романтическая история любви на фоне празднования Дня мертвых в Мексике. Если я останусь. Мия – талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше, или же лучше отправиться в мир иной, вслед за своими родными. Магия лунного света 1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-ведову, а это не устраивает других членов семьи. Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия. В аварии погибает его младший брат Сэм. И жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя. Спустя пять лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли, Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие и каждый день выходит в море. Чарли влюбляется в Тесс. Он полон сомнений. Что важнее, прошлое, брат, которому он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Труп невесты 2005 года Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя, молодого человека Виктора, силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном трупе невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в царстве мертвых оказывается много интереснее, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что, ни в одном из альтернативных миров. Между небом и землей, вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает, так же внезапно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку, ее таинственное появление и исчезновение продолжают вносить сумятицу в жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, какого пытаются выяснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более призрачными. Знакомьтесь, Джо Блэк. Куда приводят мечты? Год ангелов Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям и направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существует мира человеческих чувств, вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного, что и происходит с героем фильма, которого увлекла на землю любовь к женщине. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok